Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества России с исламскими странами в рамках работы крупного стратегического видения России и исламский мир. Группа была учреждена решением президента России Владимира Путина. В 2022 году участниками этого сотрудничества стали представители 64 государств и 59 регионов России, в том числе Карачаева-Черкесия. На встрече с послами государств, членов Организации исламского сотрудничества, представителями федеральных и региональных органов власти и руководителями религиозных объединений министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия – крупнейшая евразийская держава, поддерживает добрые, честные, взаимоуважительные отношения со странами исламского мира. Без хорошего учителя не может быть ни врача, ни инженера, ни агронома. Указом президента России 2023 год объявлен годом педагога-наставника. Открыв кабинет родного языка и литературы имени Елены Булатуковой, среднеобразовательная школа аула Кызыл-Юрт Хабесского района дала старт знаменательному году. Об интересной судьбе отца и дочери Булатуковых, оставивших яркий след в истории. Репортаж Аллы Динаевой. В жизни каждого народа есть события, даты, имена, которые хранятся в памяти человеческой века. Их передают из поколения в поколение. Такими являются и представители семьи Булатуковых. Заслуженному работнику культуры Карачева-Черкесии Елене Хасановне Булатуковой, чья трудовая деятельность началась в стенах школы в ауле Кызыл-Юрт, открыли кабинет Ногайского языка и литературы. Право перерезать ленточку предоставили сестре и дочери Елены Хасановны. Дочь основоположника Ногайской советской литературы. Политика первого директора НИИ Хасана Булатукова Елена посвятила свою жизнь педагогической деятельности. Именем твоим позволь смиренно приклонить колени. Эти слова Касима Кулиева я когда прочитала впервые, сразу подумала, что это написано о Елене нашей. И всю свою жизнь я старалась быть похожей на нее. Еленочка красивая, умная, обаятельная. Елена Булатукова автор книг «Разговор с отцом. Дорогами встреч». Многочисленных стихотворений и сказок для детей. Елена Хасановна многие годы добивалась, чтобы ее отцу, репрессированному в 1937 году, было возвращено честное имя. Умар Алиев и Хасан Булатуков были соратниками. Они пострадали в одно и то же время. Семьи прошли через страшнейшие испытания. И самое удивительное то, что эти люди выставили, выжили, сохранили в себе эту и генетическую память. Елена Булатукова была человеком, в которой сочеталось все. Не только внешняя, но и душевная красота. Так о талантливой поэтессе и писательнице говорили знавшие ее лично. Нас связывали и родственные узы, и профессиональная деятельность, сказал главный редактор газеты «Новая и Довысы» Алтынай Атуова. Вы видели на фотографии, на первой фотографии Елены Хасановны со своей родной Ногайской газетой. Да, действительно, вся ее жизнь была связана с Ногайской печатью, с Ногайской газетой. Затем она уже стала, когда вышел в свет Ногайский журнал, членом редколлегии Ногайского журнала «Мами-таки» и писала для детей. Я с Еленой Хасановной рядом жила. Я постоянно у них дома была. У нее была прекрасная библиотека. Прекрасных детей она воспитала. Дочь Елены Булатуковой выразила благодарность всем, кто участвовал в открытии этого кабинета. Дедушка очень хотел видеть свой народ образованный. Он много для этого делал. Ему было очень тяжело в то время, но он видел будущее народов образованных. И поэтому мне хотелось бы сегодня вручить премию имени Хасана Шахимовича Емулатукова лучшему ученику школы Катагана Будауду. Передала она средства и на развитие класса, носящего имя ее матери. И поделилась одной историей. Когда мама выбирала профессию, бабушка ей сказала, «Лена, стать учителем – это очень ответственное решение. Каждый день твои ученики будут произносить имя моего сына Хасана. И ты должна стать хорошим учителем». Так получилось в жизни, что ни моя мама, ни мой дедушка друг друга не видели. Две жизни, две судьбы, два человека, не видевшие и в принципе так особо не знавшие друг друга. Но их жизнь настолько тесно переплелась трагическими событиями и 37-го года. Трагическими событиями, которые прошли через все наши народы. Наверное, это единственная школа не только в Хабиевском районе, но и в России, где родные люди – отец и дочь, которым не довелось увидеться при жизни, после смерти находятся вместе. Школа Аула Кызыл-Юрт носит имя Хасана Булатукова, а кабинет родного языка и литературы этой школы – имя его дочери Елены. Алла Динаева, Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашибоков. Вести Крачево-Черкесии. Завтра Международный женский день с праздником прекрасную половину республики поздравил глава Рашид Тимрезов. Женщин принято называть слабым полом, хранительницами очага, вдохновляющими и оберегающими родных, создающими тепло и уют в доме, дарящими любовь и заботу. Мы по праву гордимся прекрасными жительницами Карачева-Черкесии, представительницами всех поколений. Вы внесли и вносите немалый вклад в развитие родной республики и страны, отметил Рашид Тимрезов. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. А в горах будут порывы до 12-14. Температура ночью минус 1-6, в горах до 11 градусов мороза. А днем до 17 тепла. И местами 2-7 со знаком «плюс». Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1-3, а днем 14-16 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. В МВД прошел кулинарный конкурс «Кондитер в погонах», в котором приняли участие сотрудники ведомства. Женщины, полицейские состязались в приготовлении вкусного и оригинального кондитерского изделия. Более 20 кулинарных шедевров оценивались сотрудниками ведомства, которые с удовольствием пробовали десерты и оценивали оригинальность подачи и вкус представленных работ. Все участники подошли к приготовлению лакомства с творческой фантазией и отдать свой голос было непросто, так как все работы были на высоте. Победительницей конкурса стала Марьяна Апоева, ведущая бухгалтер МВД. Праздничное мероприятие к Международному женскому дню прошло в Республиканском отделении Всероссийского общества слепых. Для представительниц прекрасного пола был организован концерт с участием членов данной организации. На праздники побывал Алихан Лепшоков. Это особый праздник для наших милых и самых прекрасных представителей человечества. Именно вы, женщины, являетесь хранителями семейного очага и благодаря вам мы познаем вечные ценности жизни. Этот праздник мы дарим вам обворожительным членам нашего общества. И мы, мужчины, желаем вам счастья и радости, отметил председатель Карачева Черкесского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Женщины символизируют мир, добро, тепло, уют в доме. Вот будьте такими счастливыми, радостными, чтобы вы радовались весне, чтобы в доме у вас царил порядок, чтобы вас окружала любовь, чтобы ваши близкие уважали, понимали ваш вклад в эту жизнь. Будьте счастливы, удачливы. Самое главное, если есть планы, чтобы ваши планы свершились и больше любви, радости, радостных улыбок. Своей душевной щедростью, умением сопереживать и противостоять жизненным невзгодам вы помогаете нам, мужчинам, которые ценят вас и любят, отметил председатель Хабецкого районного отделения общества слепых Александр Лахов. Он также поздравил виновни старшества с праздником и адресовал свои пожелания. Это сегодня ваш весенний праздник. Дай вам счастья, здоровья, чтобы всегда вас уважали, всех всегда вас ценили. Сейчас назвали очень много слов про женщин. Конечно, их нельзя, я уже не смогу перечислить сейчас, но я к этому присоединяюсь. Счастья вам, здоровья, чтобы всегда было у вас здоровье сибирское, долголетие кавказское. Своими музыкальными номерами порадовали собравшихся талантливые представители общества слепых. Яркие костюмы и красочные выступления выражали бурю аплодисментов у зрителей. Ах, зачем болит душа, и весна так хороша. Если реки вода, моя юность навсегда. Ах, зачем душа болит, ведь костер еще горит. Этот небольшой праздник, надеемся, подарит нашим виновницам торжества чувство радости перед праздником, заверили организаторы музыкального мероприятия. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Занзибар, Ред Голден, Марк Династия. Список можно продолжать. В тепличном хозяйстве Карачаева-Черкесского филиала Россельхозцентра к Международному женскому дню вывели редкие сорта тюльпанов в десяти разновидностей. Всего 30 тысяч нежных цветов. Как выращивают тюльпаны и как готовят заветные букеты? На первый в году весенний праздник узнавала Альбина Ламкова. Знаете, 30 тысяч тюльпанов в один день собрать и упаковать – это нереально. Сначала один сорт убирается, потом второй, потом третий. Все относится в склад, там хранится, тоже держится определенная своя температура. Выгонкой тюльпанов к 8 марта специалисты Карачаева-Черкесского филиала Россельхозцентра занимаются с 2014 года. Это одно из направлений в небюджетной деятельности учреждения. Главная задача агрономов заключается в том, чтобы цветы распустились точно к празднику. Работа в удовольствие, но за красивыми растениями стоит тяжелый труд. Солнца чуть меньше хватает, приходится там досвечивать. Или же в обед, например, если сильно солнце светит, его укрывать. Готовить грунт. Грунт тоже готовим специальными пропорциями. Потом проливаем тюльпаны, луковицы должны сидеть при определенной температуре, чтобы они не проросли. Буквально каждый час, каждые два часа следит за температурой, чтобы она не подскочила, тюльпан не убежал. И следят специалисты. Это достаточно объемная работа на самом деле. Видя результат, забываешь о затраченном времени и приложенных усилиях. Смотреть на яркие цветы в разных расцветках всегда впечатляет, говорит Алик Кепкеев. В теплице остался остаток тюльпанов. Незадолго до праздника цветы собрали вместе с луковицей. И отправили на хранение в специальные прохладные помещения. Тюльпаны необходимо содержать при температуре от нуля до плюс двух градусов. Иначе нежные растения испортятся. Хранятся заготовки букетов в абсолютной темноте, чтобы бутоны не раскрывались. Обычно цветы обворачивают в бумагу. Она должна быть мягкой, чтобы не повредить ни один бутон. Также бумажная упаковка должна забирать лишнюю влагу, которую успели впитать цветы. Потом, когда поступают заказы, тюльпаны распределяют и фасуют. Очень красиво смотрят, чтобы пить именно фиолетовые и белые. В этом помещении тюльпаны фасуют. Комната уже заполнена множеством коробок, упаковок, кулечков из цветов. Все они подписаны и ожидают своих покупателей, которые оплатили заказы и накануне 8 марта приедут забирать самые весенние цветы. Как говорят, желтые тюльпаны, вестники, розойки. В любом случае, для каждой женщины приятное внимание. Я люблю все цветы, потому что они по каждому индивидуально красивые. Розовые, белые, желтые тоже не остаются без внимания. В основном все заказывают. Какого-то конкретного нет. В любом случае, букет цветов станет приятным и трогательным подарком по любому поводу или просто так, вызвав улыбку и хорошее настроение. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. Весеннего настроения и безопасных дорог. Сегодня в Черкесске прошла акция «Автоледи». На улицах республиканской столицы сотрудники ДПС останавливали машины. Поздравляли представительниц прекрасного пола, вручали им цветы, шоколадки и праздничные открытки. Атмосфера торжества царила и в ГИБДД. Подарки вручили всем милым дамам, посетившим управление в преддверии Международного женского дня. В торжественной обстановке начальник госавтоинспекции Джандар Байчоров вручил водительские удостоверения девушкам, успешно сдавшим экзамены. Уважаемые представительницы прекрасного пола, от лица сотрудников госавтоинспекции в этот прекрасный дел хотелось бы вас поздравить с наступающим праздником. Пожелать вам здоровья, добра и в особенности безопасных дорог. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лимитчица» с наступающим праздником. Всего доброго. До встречи.